Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Ziknil и сами я, Артур Изятурин. В продолжение вчерашней дискуссии, волатильность любопытно отреагировала на выступление Пауэлла в среду в Нью-Йорке. Обычно ВИКС и индекс ZK500 движутся с точностью до наоборот, но иногда ВИКС реагирует с разной амплитудой на движение основного индекса. В среду же был момент, когда дневная ожидаемая волатильность выросла, несмотря на то, что ZK500 также закрылся с более чем 2% ростом. Вот здесь на графике изображен индекс ожидаемой волатильности на следующие 9 дней. Он у нас идет с слабой голубой линией. И более жирная голубая линия это индекс ZK500. Так вот видно, что вот здесь происходило зеркальное движение обоих инструментов. Но 28 ноября, когда выступал Пауэлл, ожидаемая волатильность по ZK500 выросла вместе с самим индексом. Обычно ВИКС и ZK500 движутся разнонаправленно, то есть как здесь. Так как, грубо говоря, паника и сопровождающийся рост волатильности присуща скорее медвежьему рынку, поэтому говорят, что рынок поднимается вверх по ступенькам и спускается вниз на лифте. Интересно, что такого движения не наблюдалось с момента создания данного инструмента, то есть ожидаемой волатильности на 9 дней, с 2011 года. Одно из возможных объяснений произошедшего, некоторые участники рынка опционов не купились на ралли на фондовом рынке, инициированное Пауэллом, так как ждут результаты встречи Трампа и Си, о чем я и писал в четверг. Что касается других событий, несмотря на увеличение фискальной и монетарной поддержки в последние месяцы, активность производственных секторов в Китае упала до минимума 2016 года, находясь на грани сжатия. Основной показатель составил 50 пунктов в ноябре, это значение разделяет подъем и рецессию. Сфера услуг в Китае. Пока также не в состоянии принять на себя время роста, активность в ней также замедлилась до 53,4 пунктов в ноябре, против ожидания 53,8 пунктов. Слабость экономики не удается пока искоренить, даже после целого ряда мер по стимулированию, снижению подоходного налога, кредитной поддержке финансовых организаций, для того, чтобы влиять эти деньги в предприятие через акции и облигации. Размеры и позиции Китая в мировой экономике гарантируют, что отголоски рецессии будут чувствоваться в данных по активности в других странах, прежде всего в ЕС и США. По ним данные по производственной активности по этим странам выйдут на следующей неделе. Протокол задания ФРС выше вчера мог показаться немного нерелевантным знанием для рынка в свете откровений Павла в среду, но содержание документа убеждает о том, что опасение касательно роста в 2019 году были еще у чиновников в начале ноября. Во-первых, по протоколу, во-первых, чиновники призвали внимательно относиться к поступающим экономическим данным. Многие из участников посчитали, что на предстоящих заседаниях, в содержаниях и формулярах заявления может быть уместно делать больше акцент на экономические данные, в оценке состояния экономики и прогнозах будущей политики. Вот здесь уже можно говорить о той самой зависимости от данных, которая превалировала в комментариях Джанет Йеллана, это предыдущая ГФРС, и от которой до сих пор не может избавиться драги. Это та самая сейчас осторожность, на которой фундаментально могут базироваться ожидания всего лишь одного повышения ставки в следующем году. Это, по сути, нижняя граница оценок нейтрального уровня ставки в федеральной земной системе. Во-вторых, после ряда предыдущих заявлений о сильных темпах роста экономики, в ноябре ФРС был обеспокоен о замедлении некоторых чувствительных к процентной ставке секторах. Наиболее вероятно, речь идет о рынке недвижимости и, возможно, также о строительном секторе, данные по которым были абсолютно не впечатляющими в этом году. С марта 2016 года ипотечная ставка поднялась с 3,6% до 5,2%, что, конечно же, вредит потребителям и мешает им брать ипотеку. Фондовые рынки отреагировали небольшим снижением, доллар изменился слабо. Фьючерсы на ставку указывают сейчас на ту же вероятность повышения ставки в декабре. Поэтому пока ждем итогов встречи Трампа и ИСИ в Аргентине. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.